Полностью закрашивая белой краской, то был обнесен забором, и покидать его узиком разрешалось лишь на 20-30 минут в день для краткой прогулки по двору. Условия содержания были очень строгими. На ночь с 16 на 17 июля 2018 года в подвале дома и патила были расстреляны 11 человек. Это вся семья Николая Второго. Эту жесточайшую расставу большая гиппы повесили как народную месть Николаю Провалу. В 2003 году на месте трагедии был подведен храм на кране во имя всех святых, на земле российской просиянших. Еще одно знаковое место Екатеринбурга – площадь 1905 года. Место, где сходятся все городские маршруты. Это главная площадь города. Здесь находится городская администрация, здание украшает башню с часами и позолоченным шпилем. Этот гигант – образец сталинского вампира и, пожалуй, самая запоминающаяся здание Екатеринбурга. Ансамбль, площадь 1905 года, на первой взгляд, необычу даже экрептичен. Но все же расположены здесь здания разных стилей и единый ансамбль. Они не только придают центру термобивной захожи и заканчиваются пятиконечной звездой. Это тоже символ ушедшей эпохи. Свободу можно считать музейным экспонатом. Музей был создан во 2-го и 19-го века членами уральского общества и тени естествознания. Сегодня в коллекции музея более полупиллиона экспонатов. Все они хранятся в синих зданиях. В музей выставлен макет доменного церкви Ктенбургского завода 18-го века. На нем четко имена знаменитая плотина. Именно она регулировала водный поток, который запускал все механические установки завода. Изначально плотина была построена из стволов листовицы в 19-м веке деревянного пространства устья задержащихся. В 18-е и 19-е века 80% монет изготавливались в Екатеринбурге. Одна из самых посещаемых экспозиций Свердловского проявического музея называется «Шигерская кладовая». Она рассказывает о самой таинственной...